Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу представить вашему вниманию новинку 15 каталога компании Фаберлик, который начнет действовать с 15 октября. У нас в новой женской коллекции одежды осенний пикник появляется утепленное стеганное пальто, которое представлено на модели в каталоге на страничке 233. Пальто имеет артикул 158W1221, это полуприлегающая модель, пояс есть, застежка на молнию, которая скрыта кнопочками. Состав ткани, основная ткань 100% полиэстер, подкладка полиэстер и утеплитель 100% полиэстер. Это 250 граммов синтепона, и компания Фаберлик заявляет, что носить это пальто можно от минус 5 до минус 15. Еще раз вам скажу, как и в синем пальто, но если кто мерзнет, да, или вот долго находится на улице, это все-таки градусов до 10. Я думаю, что на 15 градусов нужно все-таки что-то, наверное, потеплее. Так оно плотненькое, оно тепленькое достаточно, и у него хорошая длина. Здесь цвет темно-красный, но вот не знаю, насколько передает правильно камера, но я бы сказала, что здесь цвет такой вот вишневый. Цвет, наверное, вишни получается. Вот так выглядит это пальто. И давайте мы с вами его рассмотрим более детально. Это размер 54. Я сделала замеры и хочу вам их озвучить. Подмышками полуобхват 61 см. Но снова хочу вам заявить, что где-то на грудь, наверное, ну вот 59, вот так вот, 58 см получается по полуобхвату. То есть где-то сантиметра 2-3 вы берите на то, что это верхняя одежда. Конечно, она плотненькая, измеряется снаружи изделия. По бедрам здесь получается 63 см, то есть оно идет полуприлегающее, но небольшой такой вот намек, чуть-чуть совсем расширяется, может там вот на сантиметр примерно. То есть если сравнить с синим, то оно получается чуть шире. В общем, то, которое я вам показывала в предыдущем видео. Длина здесь 110 см. И давайте мы с вами посмотрим, сколько заявлена длина для этого пальто в каталоге. В каталоге указано, что длина для размера 52-56 109 плюс-минус 2 см. То есть правильно, длина у нас совпадает. Что мне понравилось? Вы знаете, обычно всегда вот пальто идут с капюшонами, а здесь идет отложной воротничок. Но вот здесь на воротнике есть вот такая небольшая резиночка, и вот здесь есть у нас красная пуговка, которая скрыта, и вы можете, когда будет ветер, сделать себе воротничок вот таким образом. То есть здесь можете горлышко прикрыть. Это, конечно же, мне вот нравится, и можно вот на такой воротник хорошо всегда повязывать разные шарфы. Если кто их носит, то будет смотреться отлично. Поэтому обращайте внимание, здесь капюшона нет. Рукава у пальто идут, длина вот от плечевого шва 63 см. Если сравнить с предыдущим синим пальто, которое идет с поясом резиночкой, то там длина рукава я намерила 61 см. И вот здесь есть у нас резинка. То есть в том нету, а вот здесь вот имеется еще такая вот резиночка, вшитая внутри рукава. Пояс также, вот вы знаете, ну мне, например, вот на мой рост я бы чуть-чуть ниже шлевки сделала. И то вот смотрю, здесь вот остались следы. Вот здесь немножко что. Видно, вот вначале сюда пришили, потом их перешивали. В общем, что-то, я думаю, что со шлевками намудрили. Но, в принципе, вот в этом пальто не критично. Вот, в принципе, по талии садиться, в отличие от синего пальто. Но если вы не любите шлевки, то их, конечно, можно убрать. И я думаю, что там, где вам нужно, вы можете повязать пояс. Пояс достаточно широкий. Это мне очень понравилось. То есть он не тоненький. Он где-то примерно, наверное, сантиметра 3, наверное, с половиной. Может туда к 4. Вот где-то такая у него ширина. Давайте спустимся ниже, посмотрим. Здесь у пальто есть прорезные кармашки. Достаточно глубокие. И вот здесь у нас, ну, вот просто оно идет вот таким образом сделанное. Вот здесь есть кнопочки. Я сейчас отстегну их и вам покажу. То есть вот здесь у нас кнопки, раскрываете, и вот здесь идет боковая молния. То есть она не по центру пальто, а идет вот она у нас сбоку. Молния здесь пластмассовая. Она не железная и идет до самого низа изделия. Также давайте посмотрим, как выполнено пальто у нас по спинке. Ну, вот такая у него спинка. Здесь все пошито аккуратно. Просмотрела я все швы, никаких недочетов я не нашла. И вот это пальто я решила, что я его оставлю себе. Мне нравится вот такой цвет и понравилось то, что оно длинненькое. Вот, например, с платьем, с сапогами, да, и с джинсами будет самое то. И давайте покажу вам еще раз поясок, чтобы вы представляли, что он достаточно широкий. Но сейчас смотрите, как смотрится это пальто на мне. Не переключайтесь. Всем еще раз большой привет. Сейчас хочу показать вам, как смотрится на мне утепленное стеганое пальто из новой коллекции «Осенний пикник» 15 каталога компании «Фаберлик». Еще раз напомню, на мне размер 54. Сейчас камера хорошо передает его цвет. Здесь такой вот бордовый, но вот, наверное, больше вишневый оттенок, приглушенный. То есть он не яркий, такой вот красивый, сочный осенний цвет. Нет, сразу еще раз вам напомню, что здесь отложной воротничок. И вот здесь вот с одной стороны есть петелька. Вот здесь имеется пуговка для того, чтобы, если будет задувать сильно ветер, можно было его закрыть. Но вот здесь вырез, он в принципе небольшой. Я думаю, что если вот, ну, прям уж совсем дует ветер или вот под шарф, тогда можно закрывать. А так вот с платочком он небольшой и задувать сильно вам никуда не будет. Я сейчас отойду, покажу вам, как смотрится на мне это пальто в полный рост. На мой рост 1,67 м у него достаточно приличная длина, действительно, как у пальто. Поэтому можно смело будет его носить с платьицами и, конечно же, можно будет сочетать его и с джинсами. Рукав мне, ну, вот вы знаете, даже небольшой запасик чуть есть. То есть здесь рука вот идет у нас 63 сантиметра. В принципе, я думаю, что и на рост 1,70 м будет хорошо. Но вот я не знаю, как сядут вот здесь вот эти шлевки. Я думаю, что если будет вам чуть высоковато, в принципе, можно и без шлевочек его будет завязывать. Карманы достаточно глубокие. И, ну, в принципе, я осталась довольна этим пальто. Мне понравился его оттенок. Достаточно вот такое тепленькое, объемненькое. И смотрится, в принципе, неплохо. Вот на осень, на морозы. Ну, на морозы градусов, наверное, может быть до 10. Я думаю, что до 15 все-таки нужно что-то потеплее будет надевать. А так вот до глубокой осени, наверное, начало декабря, в принципе, и вот ранней весной его можно будет носить. И пояс здесь достаточно широкий. Так что вот такое пальто. Осталась я им довольна. И давайте вам покажу. Я принесла для вас шапочку с люрексом. Вот у нас шапка из этой коллекции. Хочу вместе с вами, не примеряла, попробовать примерить, как будет вот эта шапка смотреться с этим пальто. Я думаю, в принципе, будет неплохо сочетаться. Давайте сейчас надену и вам покажу, как это все будет смотреться. То есть, ну, вот таким вот образом, если вместе с шапкой. Думаю, вам видно. В принципе, по цвету хорошо сочетается и нормально смотрится. Я думаю, что если вам это понравилось пальто, то можно обратить внимание на вот эту шапочку. На этом говорю вам всем пока. С вами была Виктория. До свидания. До новых встреч на канале.